Добрый день, друзья! Итак, сегодня презентация технологии закладки силоса. И плохой силос все еще остается частью нашей повседневной жизни. Это и плохая его сохранность, появление плесени, слабое потребление коровами. И, к сожалению, идеальный силос все еще достаточно редкое явление. Почему мы должны мониторить качество кукурузного силоса? Потому что 5 месяцев растения вегетируют на поле, всего лишь 1 или несколько дней на закладку траншеи. И после этого 12 месяцев непрерывного кормления, где уже достаточно сложно что-то поменять. Поэтому качество фермера зависит только от фермера. Качество силоса, простите, зависит от фермера. Ну и силос производится на фермах, является самым дешевым кормом. И именно его качество определяет размер будущей прибыли или будущих потерь. Первый и самый ключевой признак по началу уборки кукурузы носилась, это накопление сухого вещества. При этом можно обратиться просто к растению кукурузы, сорвать его початок. И на основании того, как выглядит початок, понять сухое вещество в целом растении кукурузы. Итак, появление капсулы стекловидного крахмала сверху зерновки говорит о том, что примерно 26-27% накопления сухого вещества в целом растении кукурузы. Как правило, этот период от цветения до появления первого стекловидного крахмала занимает в разных регионах разное время. Но будем отталкиваться от срока в 21 день. Примерно с того момента, как кукуруза цвела и до начала появления стекловидного крахмала на початке. В этот период уже можно прогнозировать дату уборки, подготавливать хранилище, подготавливать персонал, технику. 29% сухого вещества стекловидный крахмал начинает проникать в зерновку и заполняет верхнюю часть зерновки примерно на 10%. Далее идет слой восковидного крахмала и более половины зерновки составляет крахмал молочный. При условии больших площадей 29-30% является началом старта уборки для того, чтобы оставшаяся часть уборки прошла именно в оптимальную фазу. Здесь же происходит некоторое сушение оберточных листьев. То есть мы видим, что кукуруза начинает подсыхать и пора приступить к уборке. 32-34% лучшее время силосной стадии, лучшее время для уборки. По зерновке можем видеть три типа крахмала. Это стекловидный сверху зерновки, потом примерно третья часть восковидного крахмала и молочный крахмал на кончике. 34% это лучший баланс между переваримостью и накоплением крахмала в кукурузе. И к тому же примерно 35% сухого вещества силоса это пик потребления коровами. В это сухое вещество коровы могут потребить примерно 17 кг сухого вещества силоса. По содержанию воздуха в силосуемой масте при оптимальной влажности это 1,2 литра в 1 кг сухого вещества. И более сухая кукуруза содержит 2-4 литра в 1 кг сухого вещества воздуха. Ну и соответственно трамбовать и вытеснять этот объем воздуха гораздо сложнее. Поэтому именно на сухой кукурузе есть проблемы с плесенью и это результат наличия кислорода в заготавливаемой массе. 35% сухого вещества это лучшая финальная стадия для уборки носилос. Крахмал распределяется пополам. Это 50% стекловидный крахмал и 50% восковидный. Здесь желательно уборку заканчивать. Соответственно есть какое-то в целом неправильное мнение о том, что мы начнем убирать вот здесь при 35% сухого вещества для того, чтобы собрать максимальный урожай крахмала. Это длится допустим 1-2 дня, потом масса еще более быстро подсыхает. Ну и соответственно ферментация начинает резко ухудшаться. Ну и в целом получается не тот идеальный силос, который мы бы хотели видеть. Поэтому 30% для больших площадей это старт уборки и 32-34% сухого вещества это оптимальная фаза. Следующий важный показатель качества для кукурузного силоса это длина резки. И она тоже будет привязана к содержанию сухого вещества. Чем более влажный силос, тем резка должна быть длиннее. При содержании 28% сухого вещества резка будет 15-16 мм. Оптимальное значение 32-33% это резка 11-12 мм. Более сухой силос 36-39% резка 9-11 мм. И более 40% это менее 10 мм. Дальше, если используем миксер, добавляем к резке 1-3 мм. К использованию самоходного миксера добавляем 3-5 мм на дополнительное измельчение. Если в рационе нет длинноволокнистых кормов, то также добавляем 2 мм для лучшей физиологии рубца и нормальной жвачки. И если в рационе большое количество концентратов, то к длине резки также добавляем 2-4 мм. Соответственно, по резке это информация для, скажем так, классических комбайнов. Если будет технология Shredledge, то резка будет примерно 25-36 мм. Соответственно, специальная резка под технологию. Перед началом уборки при первых закосах уже можно посмотреть структуру и соответствует ли резка оптимальной структуре силоса. Для этого необходимо воспользоваться пенсильванским ситом. 4 сита с разным диаметром отверстий. Это 19 мм, средняя 8 мм, нижняя 4 мм и поддон. Распределение должно быть примерно такое. Верхняя сита это от 3 до 8% навески. Средняя сита 8 мм это 45-65%. Нижняя 20-30%. И в поддоне самых мелких частиц должно быть не более 10%. Правильная структура силоса будет гарантировать нам то, что на кормовом столе коровы не будут сепарировать корм. Сепарация не будет происходить и в силосной траншеи. Соответственно, рацион будет оптимально проедаться. Поэтому перед началом уборки стоит первые партии массы просеять быстренько. Ну и, соответственно, посмотреть, как будет происходить распределение. Если существует такая необходимость, то произвести корректировку. Влажная зеленая масса кукурузы содержит примерно до 40% зерна по своему объему. То есть при уборке 400 центнеров с гектара зеленой массы это примерно 16 тонн влажного зерна. Соответственно, если зерно не подвергается дроблению, то проходит транзитом через ЖКТ коровы и не усваивается. Ну и ведет к экономическим потерям. Поэтому необходимо также смотреть за дроблением зерен. Ну и простой метод это на примерно одну горсть силоса допускается одно недробленное зерно. Если этот показатель выше, то, соответственно, необходимо производить настройку комбайна, настройку вальцов. Расстояние не более 3-4 мм. 1 минута проверки, 5 минут настройки и 10 месяцев нет проблем. После того, как определились с содержанием сухого вещества и посмотрели комбайны на начало работы, дальше необходимо перейти к хранению силоса. Задачи по хранению это снижение потерь максимум 5% и обеспечить качество консервации. Прежде всего необходимо обеспечить чистоту. Это прежде всего колеса техники, разворотные площадки техники, для того, чтобы в силосуемую массу не попадала почва. И, соответственно, яму необходимо очистить перед началом закладки. Это убрать прошлогодний силос. Возможно, есть какие-то стыки с землей, тоже их привести в нормальное состояние. Ну и, соответственно, очистил яму и после этого можно спокойно завозить первые партии силоса. Самое главное здесь герметичность. Такой прием, как покрытие боковых стен. Это либо вакуумная пленка, либо основная пленка 150 микрон. Соответственно, этот прием дает возможность загерметизировать массу не только сверху, но и с боков. Потому что априори здесь не очень хорошая трамбовка из-за плохого подъезда техники. И прилипание пленки обеспечивает достаточный уровень герметизации. Соответственно, сохранность у края траншеи будет лучше. После этого происходит наполнение и уплотнение завозимой массы кукурузы. Максимум это 20-25 тонн сухого вещества в час. Слой максимум 30 сантиметров. Наполнение идет постепенно слой за слоем. И если позволяет ширина хранилища, то, соответственно, можно работать и уплотнять и поперек также. Соответственно, основная ошибка на этом этапе, да, это формирование слишком большого слоя. Поэтому, допустим, слой в 50 сантиметров его очень сложно протрамбовать. Поэтому необходимо укладывать небольшие слои 10-15 сантиметров и трамбовать. Также учитывается и вес техники. Скорость трамбовщика оптимальна 2,5 км в час, минимум 3 проезда. И здесь на рисунке показано применение специальных трамбовщиков для силоса. Соответственно, обладая высоким весом и малым пятном контакта, они обеспечивают оптимальную трамбовку. Ну и плюс можно подъехать к тем участкам траншеи, к которым трудно подъехать просто на колесной технике. На какие цифры стоит ориентироваться при закладке для того, чтобы понять, оптимальная была трамбовка, либо неоптимальная? Здесь показана плотность кормов. Это содержание, вернее вес в сухом веществе 1 кубического метра. Для злакового сенажа при сухом веществе от 15 до 50 процентов 1 кубометр сухого вещества должен весить от 140 до 260 килограмм. Люцерновый сенаж это 160-280 килограмм. Зерно-сенаж лечменный 230-260 килограмм. Кукурузный силос 220-265 килограмм. Вес 1 куба сухого вещества. И карнаж кукурузный, содержание сухого вещества 55-60 процентов. Плотность будет примерно 400-480 килограмм в 1 кубе сухого вещества. То есть, здесь при уже затрамбованной траншеи, да, можно цилиндрической трубой с известным объемом отобрать образец силоса, дальше его взвесить, пересчитать. И минимальная цифра должна быть 220 килограмм в сухом веществе. Примерно 750 килограмм в натуральном. Соответственно, такая трамбовка дает нам полные гарантии того, что масса будет хорошо храниться в период хранения. Здесь напомню про слой, да, это не более 30 сантиметров до его начала уплотнения. После того, как закончили траншею и яму, да, первый слой это будет вакуумная пленка 40 микрон. Как правило, масса должна быть примерно на 50 сантиметров ниже, чем стены хранилища расположены. Вакуумная пленка позволяет вытеснить кислород из верхнего слоя, хорошо прилипает к массе. Ну и далее происходит укрытие основными видами пленки, защитной сетки и размещение специальных грузов. Здесь, на примере кургана, да, видим то, что происходит герметизация участками пленки как раз-таки боков кургана. Далее идет слой вакуумной пленки, после этого слой черной либо черно-белой пленки. Основной 150-200 микрон и белый слой наружу мало того, что отражает солнечные лучи, так еще и грызуны боятся зайти именно на белое полотно. Поэтому белая пленка защищает еще и от мышей. Ну и далее, это применение грузов для силоса, да, здесь могут быть либо покрышки, либо специальные грузы на основе щебня. Как правило, лучше применять те грузы, которые не имеют органики в своем составе, для того, чтобы не привлекать лишний раз грызунов. Единственный положительный пример мы видели в Татарстане, да, это как раз-таки протпрограмма, там, где силосная траншея была закрыта слоем соломы, вот, но производился жесткий контроль грызунов, то есть контроль мышей буквально там через три дня. Вот, и в условиях холодного региона, как раз-таки, этот слой соломы позволял сохранить слой силоса верхний, во-первых, не замерзшим, вот, и он явно не портился. Главное в укрытии силосной траншеи, это, конечно же, герметичность, ну и плюс, необходимо продумать отвод атмосферных остатков с ямы. После того, как весь объем зеленой массы был заложен, происходит начало ферментации, и ферментация силоса делится на несколько фаз. Первая фаза – это аэробная ферментация, происходит она с первого по второй день. В этот период работают, прежде всего, аэробные микроорганизмы, растительные энзимы, выделяется углекислый газ, вода и тепло. То есть, те бактерии аэробные, которые есть на кукурузе, они быстро достаточно используют свободный кислород, плюс с помощью трамбовки это количество кислорода также уменьшается. pH в первой фазе – это фактически нейтральный уровень pH, 7 или 6,5. Вторая фаза – это уже аэробная фаза, здесь нет доступа кислорода, действует она со второго по третий день, работают бактерии уксусной, бактерии молочной кислоты, происходит выделение уксусной, молочной кислоты, спирта и углекислого газа, и происходит полномерное снижение уровня pH, здесь он примерно 5,5. Фаза третья – это продолжение анаэробной фазы с третьего по 21 день, здесь уже работают в основном бактерии молочной кислоты, также выделяют молочную кислоту как основное консервирующее вещество силоса и происходит снижение pH до примерно уровня 4,5. Четвертая фаза – это устойчивая фаза или фаза хранения, наступает она с 21 дня и до вскрытия траншеи, также здесь работают бактерии молочной кислоты, нарабатывают молочную кислоту, и здесь стабильный уровень pH примерно 3,8-4,2, 3,9. Пятая фаза – это кормление, то есть как только открываем хранилище, открываем пленку, поступает доступ кислорода и, соответственно, начинают работать плесневые и дрожжевые грибы, происходит аэробное снижение и начинает подрастать уровень pH. Поэтому за размером слоя, который мы будем кормить, за ним тоже нужно следить и, к тому же, стараться не оставлять открытый срез силосной ямы на полуденном солнце. То есть, если в 2 часа дня греется, то необходимо, ну, желательно, белой пленочкой закинуть, да, для того, чтобы лучи отражались и масса под ней не разогревалась. Появление аэробно-нестабильного силоса происходит разогревание, да, и в этот период происходит снижение и потери сухого вещества. Соответственно, это, безусловно, потери денег, да, и, допустим, в Ростовской области мы отмечали о том, что на некоторых траншеях траншеи 2000 тонн и 500 тонн отхода, именно из-за того, что силос грелся и портился. Ну, например, если в холодное время года мы видим теплый участок силоса коричневого цвета, да, и видно, что он горит, парит, то, например, превышение температуры на 20 градусов над уровнем окружающей среды при содержании сухого вещества силоса 30% говорит нам о том, что в этом участке примерно 3,6% есть потери сухого вещества каждые сутки. Соответственно, за 10 дней, если этот процесс не остановится, то примерно 30% веса этого силоса просто уйдет на питание дрожжей и плесневых грибов. Поэтому, безусловно, выгрузка силоса из хранилища, она также важна, и здесь, соответственно, основные правила – это отбор фронта по всему хранилищу. Лето-весна – это полтора метра, осень-зима – это один метр. Слои каждый день должны отбираться для того, чтобы сохранить всю оставшуюся яму в хорошем качестве. Ну и, соответственно, отбор без лишнего вспушивания. То есть, это либо резаки, либо самоходный миксер. Ну и, соответственно, при планировании строительства фермы, также необходимо учитывать, сколько корма вы будете съедать каждый день на высоту хранилища, для того, чтобы понять, какой будет отбор. Потому что, ну, есть примеры, когда одна яма примерно на 30 тысяч тонн, ее закладка проходит порядка 50 дней при имеющейся технике, и, соответственно, хранение, ну, никак невозможно отобрать с такого фронта полностью весь силос. Это была экономия на стройматериалах при строительстве траншеи. Ну и, соответственно, в дальнейшем хозяйство получило много проблем, как с тем, чтобы ее быстро заполнить, и второе, как из нее отбирать силос. Контроль параметров по силосу. Да, pH должен быть меньше 4. Плотность силоса примерно 220 кг в одном кубическом метре сухого вещества. Соответственно, это гарантирует нормальную сохранность. А pH меньше 4 гарантирует сохранность в теплое время года. То есть необходимо посмотреть анализы по траншеям. И если pH будет больше, чем четверка, соответственно, эту яму необходимо съесть в зимний период времени. Ну и силос, желательно, должен быть холодным. Разница с температурой окружающего воздуха не более 5 градусов. Далее здесь будет блок по органолептике. Как понять, хотя бы визуально, какой получился кукурузный силос. Итак, хорошая ферментация. Цвет силоса яркий, светло-зеленый, желтый. Запах сладкий, фруктовый, запах молочных яблок. Текстура у него твердая. И мягкие ткани сложно отслаиваются от волокон. Если ферментация была удовлетворительная, то цвет у силоса становится из светло-зеленого в светло-коричневый уже. Резкий запах отсутствует. И текстура достаточно твердая. Неудовлетворительная ферментация. Цвет светло-коричневый. Запах у этого силоса уксусный, спиртовой. Текстура достаточно твердая. Соответственно, если отмечаем в анализах наличие масляной кислоты, то это плохая ферментация, обусловленная накоплением масляной кислоты и деятельностью масляно-кислых бактерий. Цвет становится от оливкового-зеленого до черного. Запах очень неприятный. Текстура становится вязкая, липкая. Мягкие ткани легко отслаиваются от волокон. Ну и перегретый силос – это цвет оранжевый-коричневый до темно-коричневого. Запах у него карамельный, табачный. И текстура сухая и очень рыхлая. Какие могут быть проблемы при появлении тех или иных признаков? Значит, если у нас появляется в силосе масляная кислота, темно-коричневый, тусклый цвет, текстура слизистая, липкая, то причиной этого может быть, прежде всего, низкое содержание сухого вещества, менее 25%, и также это загрязнение почвы, либо позднее внесение жидких органических удобрений на поле, которые как раз-таки и приводят к такого рода последствиям. Если силос пахнет плесенью и запах затклый, то это проникновение кислорода из-за плохой герметизации при закладке, ну и также появление плесени – это, конечно же, высокое содержание сухого вещества, более 50%, либо неправильная выгрузка. Запах уксуса сильный. Примерно несколько раз в год поступают от фермеров звонки с тем, что силос очень сильно пахнет уксусом. Здесь происходит замена молочной кислоты и уксусной, и чаще всего при длительном контакте с кислородом. Приторно-сладкий запах силоса или такой карамельный запах – это высокое содержание этанола из-за наличия дрожжей и молочно-кислых бактерий. Появление запаха аммиака. Причинами может являться это интенсивное расщепление белков, при котором и появляется аммиачный запах. Это клостридиальная ферментация, при которой нарабатывается масляная кислота, и аммиак появляется при высоком уровне ПАЖ. Ну и перегретый силос, его отличает табачный жженый запах, оранжевый и коричневый цвет. Как правило, перегретый силос – это чрезмерное нагревание или слишком высокое содержание сухого вещества. Например, по Краснодарскому краю в хранении – это курган, накрытый черной пленкой. Под верхом пленки температура порядка 120 градусов в летний период. Как раз-таки может приводить к перегретому силосу с таким темно-коричневым цветом. Это вкратце по тому, какие могут быть причины проблем в силосе. Проверка образцов силоса. Если мы эту яму уже открыли и кормим, то необходимо брать образцы по всему фронту. Это примерно 5, минимум 5 отборов по всей поверхности среза на глубину в 30-50 сантиметров. Это отбор проб для того, чтобы понять, чем мы кормим на сегодняшний день. Помним, что порядка 25% поверхности среза находится как раз-таки от стены или от верха траншеи, поэтому не стесняемся отбирать корм не только из идеальных участков, но и от края траншеи тоже, для того, чтобы соблюсти условия средней пробы. После того, как сделали 5 отборов, перемешиваем все образцы в корзине, упаковываем силос в полиэтиленовый пакет, удаляем из него воздух и также не забываем перемешать среднюю пробу нашу для того, чтобы примерно были нормальные результаты и лаборатория может этого не сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова